Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-бабах! Я имею ввиду, отобрал самые лучшие и самые любопытные. И о них я вам сегодня и расскажу. Для удобства я разделю видео на несколько частей, в каждой из которых расскажу о тех или иных видах модов. Будь то графические улучшения или моды, созданные с целью улучшения игрового процесса. Ну, в общем, вы поняли. И так как теперь я не разговариваю клишированными фразами, не наводите чаек и кофеек и не присаживайтесь поудобнее. Но, тем не менее, мы начинаем. Начнем с модов, улучшающих игровой процесс. Точнее сказать, не улучшающих, а добавляющих интересности и разнообразности игре. До недавнего времени первым в списке стоял бы мод, отключающий интерфейс. Но недавно вышло обновление и теперь это сделать можно в самой игре. Более подробное видео об обновлении вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Поэтому сегодня первым модом станет Remove Weapon Glow Mod. Как понятно из названия, этот мод... Интересно, сколько раз за это видео прозвучит слово мод. Как понятно из названия, этот мод убирает свечение на стволах. Вне зависимости от того, лежит ли пушка на столе или на полу. При прохождении игры я ругался на то, что оружие подсвечивается. Непонятно зачем, но теперь решение есть. Мод устанавливается обычным копированием файла в главную папку с игрой. На всякий случай поясню, что все ссылочки, естественно, будут в описании. Вторым по списку у нас идет камера Shake Be Gone. Данная модификация отключает дрожание камеры. Если в поездках эффект бросается в глаза не так сильно, то при столкновениях разница налицо. Опять же, лично меня бесила эта трясущаяся камера, которая, по мнению многих разработчиков, придает игре кинематографичности. Непонятно в каком месте. Ну и теперь это можно убрать, хоть и не полностью. Но главная проблема этого мода на данный момент заключается в том, что если вы загрузите его на обновленную версию игры, то обновление откатится. Если вам на это все равно и вы играете только в сюжет, то можете пользоваться им уже сейчас. В противном случае ждем обновления. Как только оно выйдет, так я сразу обновлю ссылочку под видео. Мод устанавливается копированием файла. Теперь переходим к более любопытным модам. Их два. Вид от первого лица и реалистичные перестрелки. Начнем по порядку. С видом от первого лица, я думаю, пояснение не требуется. Данная модификация добавляет камеру из салона автомобиля. И да, выглядит она не всегда хорошо и работает не всегда хорошо. Ну нахер. Но это не мудрено, ведь изначально такая функция в игре не предусмотрена. Но в целом мод довольно интересный. Теперь что касается реалистичных перестрелок. Данная модификация увеличивает урон. Теперь будет достаточно попасть либо один раз в голову, либо два раза в тело. И тогда противник будет повержен. Но это распространяется не только на противников, но и на вас. А также уменьшено количество здоровья, которое восполняют аптечки. Теперь каждая аптечка пополняет всего 15% здоровья. Но тут очень важный момент. Эти два мода можно установить по отдельности. Опять же обычным копированием файлов. Однако возникает та же проблема, что и с предыдущей модификацией. Их установка откатывает последние обновления. Но не спешите расстраиваться и бомбить в комментариях. Я не случайно объединил эти два мода в один пункт. В комментариях я ставлю ссылочку на другую версию данной модификации. Которая объединяет в себя и вид от первого лица, и реалистичные перестрелки. Перейдя по этой ссылочке, вам нужно скачать третий архив. Реалистик Ганфайтс версия 0.3.s.2. И скопировать содержимое в папку с игрой. Этот вариант хоть и устанавливает все сразу, но работать будет нормально даже на обновленной версии игры. Движемся дальше, а дальше у нас небольшая приколюха. Это мод, который заменяет стандартный маркер цели на синий маркер из Mafia The City of Lost Heaven. Да-да, тот самый крестик. Я не знаю, кому это вообще надо, но мне понравился. Знаете, как-то теплее на душе становится, когда видишь знакомые элементы в ремейке игры, которая вышла почти 20 лет назад. Да, что-то я распизделся. Мод устанавливается с заменой файлов, а мы переходим ко второй части видео. Графические модификации. Итак, тут надо пояснить вот какой момент. То, что я вам сейчас покажу, не обязательно носит исключительно положительный характер. Любой мод, который улучшает графику у разных людей, может вызывать разные эмоции. Потому что, как говорится, на вкус и цвет. Поэтому я просто покажу самые интересные варианты и выскажу свое мнение на их счет. А вы уж сами для себя решите, нравится вам такое или нет. Кстати, свое мнение можете написать в комментариях. А теперь приступим. О том, как установить эти улучшения, я расскажу в самом конце видео. Тайм-код также будет в описании. Первый мод это небольшой решейт, который слегка изменяет цвета и увеличивает четкость картинки. Хорошо подойдет для тех, кто не хочет сильно менять изображение, но хочет сделать его немного насыщенней. Напоминаю, что устанавливая любой решейт, вы можете подкорректировать настройки на свое усмотрение. Это лишь готовый пресет, который вы при желании можете отредактировать несколькими кликами. Вторая модификация добавляет уже более серьезные изменения. Автор пытался достичь визуального сходства с трейлерами, но на мой взгляд он немного переборщил. Поэтому лично я бы порекомендовал отключить вот это, а вот то-то сменить изначально фиолетовый цвет на более бледный, либо вообще на белый. Уж больно бесит меня вот эта синева. Третий мод это вообще что-то неоднозначное. Называется он Color Film Look. И по идее он должен добиться кинематографичной картинки фильмов 40-х. И на скриншотах выглядит все более-менее интересно, но вот в игре при определенных погодных условиях это просто жесть. Опять же показываю этот мод только потому, что кому-то может понравиться сама идея. И в таком случае вы сможете немного отредактировать данный решейт по своему усмотрению. Отключив или изменив какие-то отдельные настройки. Но на финалочку я оставил самое интересное. Как вы уже наверняка знаете, с обновлением в игру был добавлен Noir режим. И в видео с разбором этого обновления я сказал, что на мой взгляд черно-белый режим данной игре не совсем подходит. Но тут я наткнулся на очень интересный решейт. Суть его заключается в том, что он меняет картинку под стилистику фильма Город грехов. Где отсутствуют практически все цвета, кроме красного. И как по мне, выглядит это как минимум интересно. Да, днем эффект смотрится немного странно, но вот ночью... В общем, мне было интересно поиграть с этим эффектом, поэтому я решил показать этот решейт и вам. Ну и последним на сегодня станет даже не мод, а утилита. Nomad Group Script Hook. Эта утилита позволяет вам проводить различные эксперименты с игрой. В наличии такие функции, как замена модели главного персонажа, спавн любой тачки из игры, ноу-клип, а также смена погоды. Тут, между прочим, аж 107 вариантов. И многое другое. Я думаю, многим захочется побаловаться, поэтому ссылочка будет в описании. Установка простая. Как обычно, просто копируете все файлы в папку с игрой, в игре нажимаете F4 и в путь. Теперь о том, как устанавливать решейты. Тут, в принципе, ничего сложного нет, но для этого вам потребуется специальная программа. Скачать ее можно будет по ссылочке в описании. Собственно говоря, программа называется решейт. Мы запускаем эту программу и у нас открывается вот такое окошко. Здесь мы нажимаем самую первую кнопочку, их тут всего две, поэтому нажимаем самую первую, у нас открывается вот такое окно. Здесь вы выбираете Mafia Definitive Edition, либо вручную указываете путь к ней. Я думаю, что вы не маленькие, с этим справитесь, но у меня она уже в списке есть. Выбираем ее и нажимаем далее. Здесь нам нужно выбрать версию DirectX. Mafia Definitive Edition работает, если я не ошибаюсь, на 11 версии, значит выбираем 11 версию. Но я точно не ошибаюсь, потому что я-то себе все это устанавливал, поэтому у меня все работало, значит будет работать и у вас. Поэтому нажимаем на него и у нас открывается вот такое меню. Здесь мы просто нажимаем ОК, проходит какая-то установочка, мы нажимаем еще раз ОК, выбрав все пунктики. Здесь мы тоже выбираем все пунктики и еще раз нажимаем ОК. Собственно говоря, решейт установлен. Что мы делаем далее? Далее мы скачиваем любой решейт, который вам понравился, будь то из моего видео или просто какой-то другой решейт. Но я покажу на примере показанных мной модификаций. Они у меня лежат в отдельной папочке, мод 1, мод 2, мод 3, мод 4. Именно в этом порядке я о них и рассказывал. Первые два устанавливаются легко, вы просто скачиваете файл, переименовываете его для своего удобства, чтобы понимать, что это за файл. Назвать его можете любым словом. А затем копируем его в главную папку с игрой. Также устанавливается и второй мод, и четвертый. Здесь, правда, две папки. Есть еще решейт шейдер, но мы ее тоже копируем и просто вставляем в главную папку с игрой. А вот с третьим модом, это тот, который делает из картинки просто нечто, все немножечко сложнее. Как бы я не следовал инструкции, которую приложил сам автор, у меня нихера не работало. Изработало у меня только вот все вот таким образом. Я скопировал не все файлы, которые здесь есть, а исключил из них дефолт пресет и решейт. И вот это вот уже мы копируем. Ну и покажу на конкретном примере. Вот мы переходим в папку с игрой. Я только что скопировал все файлы из третьего мода. Правая кнопка мыши, вставить и ждем. Но, естественно, у меня уже эти файлы все есть, потому что я все это устанавливал. Поэтому я заменяю файлы в папке назначения. Все, он копирует просто файлы. Все установлено. Что мы делаем дальше? Дальше мы заходим в игру. Нажимаем кнопочку Home. И у нас появляется вот такое окно. Нажимаем Skip Tutorial, потому что там ничего интересного нет. Здесь переходим в сеттинг. Я сейчас объясню для чего. Переходим в сеттинг. И вот здесь, где вторая кнопочка у нас, мы выбираем, ну, ставим какое-то значение. Ставим сюда, блядь, как курсор. И нажимаем твердый знак. Ну, допустим, это у меня кнопка. Для чего это делается? Сейчас объясню. Теперь мы переходим обратно в Home. И вот здесь мы уже можем выбрать те пресеты, которые у нас загружены в главную папку с игрой. То есть, когда мы запускаем эту игру, она автоматически открывает свой корневой файл, можно так сказать, корневую папку, и отображает все решейты, которые мы туда загрузили. Вот у меня есть решейт 1. Это тот, который первый мод я вам показывал в видео. Трейлер пресет — это второй мод. Код Хром — это третий мод, который сильно меняет игру и делает ее типа кинематографичной. На самом деле он ее превращает в такое нечто. И мод «Город грехов». Мы выбираем любой из этих модов. Ну, пусть это будет вот тот самый пресет, который создает из игры такое нечто. Код Хром. И теперь мы можем нажать кнопочку Home, закроем главное меню, и вот пресет применился. Господи, вот в некоторых погодных условиях играть просто нереально. И зачем я настраивал твердый знак, вот ту самую кнопочку? Потому что если мы ее нажмем, у нас все отключается сразу. То есть мы одной кнопкой можем включать и отключать решейт по своему усмотрению. Вот так вот это работает. Ну и, собственно говоря, если вы зайдете в Home, у вас с галочками будут отмечены параметры. Обычно они отображаются на самом верху, но с этим пресетом почему-то они вот разбросаны. По всем этим пунктам вы можете зайти в какой-то отдельный пунктик и поменять какие-то отдельные настроечки. То есть что-то включить, что-то выключить. Ну вот, лют я выключил, сразу стало полегче. Но здесь можно все отдельно настроить. Допустим, если вы откроете трейлер пресет, который я делал, вот как я его настроил. Здесь все включено. И вот здесь в Viberance, допустим, вы можете зайти и поменять цвет. Сделать более белый цвет или сделать вот фиолетовый. Можно сделать зелененькую картинку, ну и так далее. Ну, в общем, вы поняли, настроек много. Можно поковыряться и настроить его по своему усмотрению. Можно откорректировать какие-то определенные параметры. Ну и теперь покажу, как удалить Reshade. Потому что многие не знают, как это сделать. И в будущем это им мешает. Вот это вот постоянно вылазивающее меню. У многих это бесит. Допустим, меня, если я хочу поиграть в нормальную игру. Без всяких вот этих лишних программ. Мы запускаем ту же самую программу, с которой устанавливали Reshade. Опять же нажимаем первую кнопочку. Опять же выбираем нашу игру. Опять же нажимаем далее. Опять же выбираем DirectX, на котором она установлена. И у нас вылазит новое окошко, которое сообщает, что Reshade уже установлено. Что вы хотите с ним сделать. Либо обновить, либо удалить. Мы выбираем удалить. Все, Reshade удален. Можете играть в игру и ничего вам мешать не будет. Собственно говоря, эта программа, она может устанавливать Reshade в любую игру. Не обязательно в мафию. Просто в списке игр вы выбираете нужную себе. Допустим, там, я не знаю, пусть это будет GTA или на что там еще ставится Reshade. Ну, игр таких полно. Но скачивайте пресеты именно для этих игр и по такой же системе их загружаете в игру. То есть, сам файл скидываете в корневую папку, а потом уже непосредственно в игре вы его выбираете. Собственно говоря, все. И небольшое заключение. Внимательный зритель заметил, что я показал только 9 модов, а не 10. Это все потому, что в третьем пункте я объединил 2 мода в 1. Вид от первого лица и реалистичной перестрелки. Но я не наебщик, поэтому в качестве компенсации я расскажу кое-что интересное. Но в отдельном видео. Потому что с этим кое-чем связана довольно интересная история. И довольно любопытное наблюдение. Ролик выйдет в ближайшее время, следующим после этого. Так что ждите, надеюсь, вам будет интересно. Ну и надеюсь, что это видео вам понравилось. И если да, то обязательно ставьте большие пальцы вверх. Также подписывайтесь на нашу группу в стиме. На страничку Куратора, где мы пишем рекомендации на всякие разные игры. На телеграм-канал, в котором я публикую новости канала игровой индустрии в целом. А также, само собой, подписывайтесь на этот канал. И как всегда, ждите новых роликов, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok